Коллеги, моя лекция будет посвящена геномной инженерии, современным подходам в этой области и что с помощью этих подходов можно делать. В геномной инженерии обычно понимают перенос большей части либо всего генетического материала из одной клетки в другую. Но современная геномная инженерия также включает в себя и стратегии, а также подходы направленной и специфической модификации генов в геноме. Что можно делать с помощью геномной инженерии? Во-первых, это изучать функцию генов, делать нокаут, нок-ин, делать фьюжн белков, делать мутации, либо наоборот исправлять эти мутации. То есть различные манипуляции с генами. Также можно изучать регуляторные элементы этих генов, промоторы, энхансеры, сайленсеры, инсуляторы. Изучать организацию генома, как организованы домены в геноме, архитектуру генома, 3D-организацию. Практическое применение – это, естественно, клеточная терапия в перспективе исправления различных мутаций, которые вызывают заболевания человека разнообразные. Для этого используется получение трансгенных животных, но также можно делать геномодифицированные растения. Раньше для изучения функции генов использовались подходы мутагенеза. Обычно это либо спонтанный мутагенез, при котором мутации, причина их неизвестна, образуется каким-то случайным образом, либо индуцированный мутагенез, химический, радиационный, с помощью ионизирующего излучения, либо ультрафиолетовое излучение, либо какие-либо мобильные элементы, перемещение их по геному. Основные недостатки этих методов – это неспецифичность, то есть все эти события являются случайными. Соответственно, их невозможно, ну, либо очень трудно воспроизвести, повторить. Для того, чтобы их детектировать, вот специфическое какое-то событие, необходимо большое количество клеток. А зачастую это невозможно, либо очень трудно. И также ограниченные модификации. Поэтому усилия многих исследователей в различных... Ну, например, это значит то, что с помощью вот ультрафиолетового излучения там формируется шивка, да, которая репарируется там определенными путями. И, допустим, гомологичную рекомбинацию по такой шивке уже не проведешь. Там либо получится, либо одна нуклеотидная мутация, либо, ну, то есть ограниченные возможности. Поэтому, ну, не в ограниченных возможностях дело, а, как правило, искали направленные методы, то есть чтобы воздействовать на какой-то конкретный район генома, либо конкретный ген. В 2007 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии медицины. Ее получили Марио Копетки, Мартин Эринс и Оливер Смитерс. Формулировка там была за открытие принципов введения специфических генных модификаций в организм мышей по третям эмбриональных стволовых клеток. То есть, собственно, за направленную модификацию генома или нокаут генома. Да, я еще забыл сказать, что основную задачу и сложность представляют работы на млекопитающих, так как, например, на бактериях и дрожжах там существует уже и довольно давно существует большое количество методов, направленных к модификациям. Вот. Метод нокаута, он позволяет получать линии мышей, у которых будут выключены определенные гены. С помощью этого метода можно исследовать роль какого-то определенного гена в геноме в развитии организма, его нормальном или патологическом функционировании. А также изучать различные заболевания человека, моделируя эти заболевания на животных. В основе метода нокаута лежит гомологичная рекомбинация, то есть обмен с соответствующими участками между парами гомологичных хромосом. Собственно, КПК и Смитис, они в своих работах показали возможность гомологичной рекомбинации с участием искусственно синтезированных фрагментов ДНК, которые имели последовательность гомологичную к целевому участку гена. Собственно, вот здесь кратко представлены схемы этого метода. То есть определенным образом получается последовательность, которая содержит два гомологичных участка к целевому гену в геноме. Ну и, например, между этими участками вставляется какой-то маркерный ген либо селективный ген, который в дальнейшем позволяет отобрать мутантов. Эта последовательность вводится в клетки путем электропорации, трансфекции или еще каких-либо методов, и затем отбираются клетки, в которых произошла гомологичная рекомбинация. Помимо нокаута можно делать и НОКИН, то есть не выключать какой-то ген, а, например, оставлять какую-то последовательность геномии, например, делая слитые белки или просто добавляя какой-либо исследуемый ген в геномии. В свою очередь, Юанс в начале 80-х ему удалось идентифицировать и выделить, и нарастить эмбриональные стволовые клетки мыши. И помимо этого он разработал метод получения химерных мышей, которые состоят из клеток различных организмов. Мыши, но от различных особей с различным генотипом. И для этого метода он использовал стволовые клетки. Причем он его еще модифицировал, вводя в эмбриональные стволовые клетки различные трансгены с помощью ретровируса. Метод получения химерных мышей заключается в следующем, что берутся эмбриональные стволовые клетки, в них вводится каким-либо образом трансген, далее эти клетки индицируются в бластоцисту, бластоциста подсаживаются в псевдобеременные самки, и в результате чего, если рождается химерное животное. То есть часть тканей у этого животного несут, например, трансген, а часть соответствует исходному животному. И если трансгенные клетки попадают в зародышевый путь, то далее при скрещивании таких животных можно получить уже домовиготную линию животных, которая во всех клетках организма которого будет содержаться трансген. Частота встраивания трансгена в определенные геномы без каких-либо факторов очень низкая. Это 10-6, 10-9. И помимо этого, кроме гомологичного встраивания, может еще и происходить случайное встраивание в какое-либо место генома, что довольно сильно мешает. И без использования специфических ферментов встраивание чужеродной какой-либо ДНК в геном возможно только при репарации двуцепочных разрывов ДНК. Такие разрывы, как я уже говорил, могут возникать спонтанным образом в геноме, либо под каким-либо воздействием. Собственно, после того, как возникает такой двуцепочный разрыв в геноме, он может быть зарепарирован по двум путям. Первый путь – это с помощью механизма негомологичного соединения концов ДНК. То есть при этом механизме не используется какая-либо матричная или донорная последовательность ДНК, а в результате репарации этот разрыв может быть зарепарирован либо без ошибок, но этот механизм довольно часто вызывает формирование ошибок в районе разрыва. То есть там формируются либо инсекции каких-либо нуклеотидов, либо дилеции. Таким образом, например, это может привести к двигу рамки считывания и выключению гена или его нокаута. Второй механизм репарации двуцепочного разрыва – это гомологическая репарация. Она происходит в случае, если в клетке присутствует какая-либо донорная молекула ДНК, которая имеет участки гомологии с диномом. Целевой последовательностью. В качестве такого донора могут выступать олигонуклеотиды, это если нужно вводить какие-то небольшие мутации инсекции или дилеции, либо большие фрагменты ДНК в виде плазмид. Таким образом, можно вводить либо отдельные гены, либо их участки, либо маркеры. По этому механизму происходит обмен гомологичными участками и можно в геном встроить какую-либо последовательность. Причем эти два механизма в клетке конкурируют друг с другом и механизм негомологичного соединения концов происходит в тысячу, в десять тысяч раз более часто по сравнению с гомологической рекомбинацией. Также, чтобы теротрансгент строился в геном, необходимо, чтобы с целевым местом его в стройке был сделан вот этот двуцпочный разрыв. А спонтанно такие разрывы происходят очень редко. И, соответственно, для того, чтобы увеличить эффективность этого процесса, необходимо каким-то образом вносить двуцпочный разрыв в целевое место генома. Для этого, собственно, и можно использовать подходы геномной инженерии, основанные на искусственных эндонуклеазах. Среди них есть мегануклеазы или хоуминг эндонуклеаза, рестрикции, цинково-пальцевые нуклеазы, основанные на ДНК, связывающем домине типа цинковые пальцы, искусственные нуклеазы на основе тыл белков и РНК, направляемые нуклеазы CRISPR-Cas системы. Я более подробно остановлюсь только на трех системах, помимо мегануклеаз. Мегануклеазы – это искусственные аналоги природных ферментов, которые были найдены у Прокриот. это представляет собой большой фермент, который распознает последовательность ДНК от 12 до 40 нуклеотидов, и модифицируя его активный центр, что на самом деле достаточно сложно, можно направлять этот фермент к определенной последовательности ДНК. Но делать это достаточно сложно, и поэтому мегануклеазы не получили какого-то большого распространения, хотя и они имеют довольно высокую специфичность в расследовательности ДНК. Цинково-пальцевые нуклеазы состоят из двух доменов. Это ДНК-связывающий домен и, собственно, нуклеазный домен. ДНК-связывающий домен этих нуклеаз основан на домене цинковые пальцы, который представляет собой последовательность аминокислот длиной примерно 30 штук, и они взаимодействуют с илоном цинка, что стабилизирует их структуру и делает возможным связывание с последовательностью ДНК. Цинковые пальцы распознают триплеты, то есть в последовательности по три нуклеотида, и существуют различные цинковые пальцы, которые имеют различное сродство к разным триплетам. Таким образом, комбинируя наборы этих цинковых пальцев, можно создавать ДНК-связывающий домен, который будет узнавать определенную последовательность динома. Например, комбинируя 4 домена цинковых пальцев, он будет узнавать последовательность 12 нуклеотидов и связываться с ней. В качестве нуклеазной части этих ферментов используется домен ФОК-1-рестриктазы. Эта рестриктаза функционирует в виде димера, гомоэлегетера димера, поэтому необходимо связывание двух нуклеаз слева и справа от желаемого разрыва в месте генома. Собственно, когда такие две нуклеазы цинковых пальцев связываются с такими местами, формируется димер из ФОК-1, и происходит разрыв в нужном месте генома. А какой грязный вы можете задать? Ну, задать можно, по-моему, до 18, то есть комбинируя по 3 нуклеотида, то есть с каждой стороны по 18, в итоге узнавать будет 36. Если они связываются только, например, левой или правой, то, соответственно, разрыва не будет происходить. Необходимо, чтобы и слева, и справа произошло взаимодействие вот этих нуклеаз, только тогда сформируется димер и будет внесен разрыв. Поэтому таких, ну, 36 нуклеотидов, это достаточно редкая последовательность геномии, и таким образом можно... Там вот всякие вот эти высшие уровни упаковки, она эти штука игнорирует. Ну, вы имеете в виду организацию хроматина? Да, да, да. Нет, это есть для всех этих нуклеаз проблемы с тем, что даже вот подбирая на определенную последовательность, и, допустим, проверяя инвитро, что все работает, инвиво это может не сработать, да. Потому что либо из-за организации хроматина, доступности вот этого участка для генома, ну, либо еще какие-либо там метилирования, модификации хроматина, какая-нибудь упаковка, петли, то есть все это влияет на их связывание. Недостатки этих нуклеаз, это то, что не все последовательности можно сделать такую нуклеазу, потому что набор вот этих вот цинковых пальцев, он достаточно ограничен, и у них не очень высокая специфичность. Потом, да, вот, собственно, невысокая специфичность они могут вносить не только в целевом месте разрывы, но и в других местах, что тоже нежелательно. И процесс создания вот этих цинково-пальцевых нуклеаз, он очень долгий и очень дорогой. Вот первые фирмы, которые предлагали сделать такие нуклеазы на заказ, они просили за них около 20-25 тысяч долларов заодно. Поэтому эта технология не очень широко доступна. Вторая технология основана на искусственных, то есть искусственные нуклеазы основаны на ТЭЛ-белках. ТЭЛ это Transcription Activator Like Effector белки, которые были обнаружены у бактерий рода ксантомонос, поражающих различные растения. Когда бактерия заражает растения, то белки, ТЭЛ и другие белки проникают внутрь клетки. Это осуществляется посредством системы секреции третьего типа, которая представляет из себя вот такую вот иглу, которая проникает через мембрану клетки хозяина и туда, собственно, вводят свои белки. ТЭЛ-белки достигают ядра клетки хозяина и там уже связываются с промоторами генов и активируют только те гены, которые способствуют их нему выживанию и распространению. Что представляют из себя ТЭЛ-белки? У них, ну, примерно так же, как и цинковые нуклеазы, у них есть ДНК, связывающий домен, домен ядерной локализации, который направляет их в ядро и активирующий домен, который активирует транскрипцию гена. Наибольший интерес, собственно, представляет ли у них ДНК, связывающий домен. Он состоит из таких вот модулей по 34 аминокислоты каждый модуль. Причем эти модули абсолютно идентичны друг с другом, за исключением двух аминокислот в 12 и 13 положении. И, как оказалось, собственно, именно эти две аминокислоты и определяют специфичность того или иного модуля к определенному нуклеотиду. Ну, вот тут вот весовая матрица представлена, где вот комбинация различных аминокислот и сродство к каждому из нуклеотидов. Таким образом, вот комбинируя вот эти вот модули друг с дружкой, можно также сконструировать домен, который будет узнавать определенную последовательность нуклеотидов в геноме. Длину здесь можно конструировать до 30 нуклеотидов. Единственное ограничение первым должен быть темильным. Таллин – это нуклеаза искусственная на основе тейл-белка, состоящая из ДНК-связывающего домена. И также, как и в случае цинковых пальцев, нуклеазный домен у нее используется от эндомуклеаза FOC1. И точно так же, как и в случае цинковых пальцев, левый таллин связывается слева от желаемого места разрыва, право и справа, и формируется гемер, и вносится разрыв. Помимо нуклеазы, вместо FOC1 можно использовать другие белки, например, которые привлекают транскрипционные комплексы, тем самым активируя транскрипцию гена в геноме. Ну, либо репрессоры, которые будут репрессировать, либо, например, хроматин-ремоделирующие белки. Таким образом не только вносят спочные разрывы, но и активируя, репрессируя, либо каким-либо образом изменяя экспрессию генов. Этот метод намного проще в конструировании по сравнению с цинковыми пальцами. Он получил более широкое распространение. И вот в 2011 году журнал NatureMessets признал его методом года. Как собирают эти таллины? Вот здесь представлена схема одного из возможных методов для сборки таллина. Как я говорил уже, ДНК-связывающий домен состоит из повторов, поэтому его не так просто сконструировать. Метод GoldenGate основан на том, что у вас есть набор из плазмидов. В каждой из этих плазмидов вставлен один модуль. Допустим, в первом положении гуанин, во втором положении аденин, в третьем – цитозин и так далее до десятого. Вы берете на первом этапе плазмиды с первой по десятую и бэкбан, и ставите реакцию, в которой идет одновременно рестрикция и легирование. Причем эти плазмиды сконструированы таким образом, что разрезание у них идет ферментом БСА, который проводит разрезание на определенном расстоянии от своего сайта узнавания. Таким образом вырезаются фрагменты, у которых липкие концы уникальны. Комбинируя все это, все эти плазмиды могут собраться только одним единственным образом, который вы задаете. На втором этапе собирается вторая часть, это если на первом этапе с первого по десятого, потом половинки объединяются, добавляется последний домен и вектор, содержащий либо фокадин, либо активатор. И получается целый таллин. Методов сборки существует довольно много. Это с использованием ПЦР, с использованием легарно-независимого клонирования, с использованием набора большой кучи китромеров и тримеров. Все они имеют свои плюсы и недостатки. И если вас это интересует, то на сайте Атгена они все доступны. Причем это не коммерческая организация, поэтому они по достаточно демократическим ценам все это предоставляют. Но с ограничениями. Там нужно акцитировать, нельзя использовать в коммерческих целях и так далее. Преимущество таллинов по сравнению с нкопальцевыми нуклеазами заключается в следующем. Это можно сконструировать ДНК, связывающий таллин практически на любую последовательность генома. У них намного выше эффективность, и соответственно будет выше уровень трансгенеза, ниже уровень неспецифической активности, и процесс сборки таллинов занимает на порядок меньше времени, их можно собрать за 1-2 недели, менее трудоемкий и намного дешевле. Да, тоже есть. Потому что это белки, белки связываются с ДНК, и там могут быть определенные препятствия. Первые две технологии были основаны на белках, на домен ДНК, связывающих доменов. Вот эта технология CRISPR-Cas9 система, это РНК-направляемые нуклеазы. То есть здесь доставка нуклеазы до целевого места в геноме осуществляется за счет короткой молекулы РНК. CRISPR, довольно сложное такое название, это кластеризованные, регуляторные, разделенные промежутками, короткие полиндромные повторы. Но если просто, то это участки ДНК, которые содержат множественные повторы и разделены уникальными участками, которые называются спейсерами. Данные гены были обнаружены очень давно, еще в конце 80-х, в геноме E. coli. Позднее были выявлены у большинства других бактерий и архей. Что они представляют собой? Набор повторов, которые чередуются с уникальными участками. Причем очень долго не могли понять, что это такое, как это работает и зачем вообще это нужно. Но постепенно, довольно часто в этих спейсерах обнаруживали участки, которые гомологичны последовательностям из геномов вирусов. И постепенно стало понятно, что данная система, скорее всего, функционирует как адаптивный иммунитет у прокариот. В целом структура этих районов примерно одинаковая, но выделяют три типа CRISPR-Cas систем. Они в целом сходны, просто у них немного по-разному организованы процессы процессинга РНК, и различные белки участвуют в разрезании целевой РНК. Я буду более подробно расскажу только про один, второй тип РНК, который, собственно, и второй тип системы CRISPR-Cas9, на основе которого и делаются нуклеазы. Эта система состоит, как уже говорилось, из повторов эспрессера. Рядом располагаются каст-белки, которые, собственно, ответственны за процессинг РНК и разрезание целевой последовательности ДНК, а также вспомогательное тракер РНК. В геноме сначала транскрибируется вот этот локус полностью, перемежаемый повторами и спейсерами, затем с участием тракера РНК и белков КАС происходит ее процессинг, формируется комплекс КАС-9 белком, и посредством гомологии вот этого одного спейсера с определенным участком ДНК к нему привлекается КАС-9, и происходит разрезание ДНК. Как система CRISPR работает в бактериях? Сначала, если бактерии, у нее отсутствует спейсер против определенной ДНК вируса, он ее заражает, вирусная ДНК попадает в клетку. Если бактерия ее не может детектировать никак, то начинает работать система КАС-белков, которая начинает расщеплять эту ДНК на небольшие участки. Помимо этого они расщепляют и собственную ДНК бактерий. И разные кусочки начинают встраиваться в локус CRISPR. Если встроился бактериальный кусочек, то, соответственно, такая бактерия погибнет. Если вирусный, то бактерия выживает. В следующий раз, когда вирус инфицирует эту бактерию, то, собственно, и запускается работа всей этой CRISPR-CAS системы. Формируется прехор РНК, процессируется, узнается последовательность вирусной ДНК, привлекается к С9 ДНК, да и расщепляется. Соответственно, тут идет некая такая эволюция параллельно вирусов и бактерий. То есть, когда в диноме вирусов мутирует узнаваемый участок ДНК, то бактерия снова становится восприимчива к этому вирусу. Комплекс узнавания вот этой системы основан на КАС-9 белке, РНК, которая, собственно, узнает участок, называемый протоспейсером, короткой ПАМ последовательности НГГ, необходимой для узнавания, и трактор РНК, который необходим для процессинга. Собственно, чем меньше компонентов в системе, тем проще работать с такой системой, и тем выше шанс, что система заработает в нестандартных для себя условиях, а именно не в прокариотической клетке, а в эукариотической клетке. Поэтому на основе бактериальной системы была сконструирована система для внесения двуцепочных разрывов в геном эукариотической клетки. Она также основана, только ее немного на тех же белках и РНК, но ее немного упростили, соединив трактор РНК и КРРНК, которая, соответственно, за узнавание, в одну молекулу. То есть транскрибируется целиком всего лишь одна молекула. Также оптимизировали кодонный состав КАС-9 нуклеазы, что сделало возможным ее работать в алкаритических клетках. Также, как и в случае Таллинов, существует уже большое количество векторов, которые позволяют одновременно экспрессировать КАС-9 нуклеазу, необходимую для расщепления ДНК. И также все готово, только необходимо вставить в этот вектор свою последовательность на желаемый участок генома, который будет опознаваться этой РНК. Это намного проще, чем конструировать какие-то большие белки, типа Таллинов или Цинкфингеров, так как нужно всего лишь вектор вставить, небольшую последовательность, и этот вектор доставить в клетку. Собственно, на основе CRISPR-CAS-9 системы можно делать довольно многое. Например, за место нуклеазной активности в КАС-9 можно делать фьюжн белки с этой КАС-9, например, с какими-то репортерными белками, либо хроматин модифицирующими белками, либо ДНК-метилтрансферазами, например, которые с помощью этой системы будут доставляться к определенному месте в геном. Также можно делать более длинную РНК, с которой будет взаимодействовать комплементарная, ну, в общем, разнообразная сложная система. Например, с помощью вот этой системы можно, конструируя две CRISPR-CAS-9 комплекса, соединять два участка в геноме. Таким образом, например, исследуя организацию генома. Как можно применять еще? Это внесение разрывов. Если вносить два разрыва, то в геноме можно делать делеции. Чтобы увеличить специфичность, можно делать не разрывы, а нити. Я должен сказать, что одна из проблем этой системы, это то, что довольно много вносится неспецифичных разрывов по сравнению с Талинами и Цинкфингерами. Также можно привлекать регуляторные белки, либо сливать с какими-то маркерными белками, которые будут взаимодействовать с целевыми последователями. Ну, в общем, тут на самом деле не ограничено. Причем данные системы, они являются универсальными, их можно использовать на клеточных линиях, либо различных животных, растениях и насекомых. Вот здесь приведена диаграмма, которая отражает публикации, в которых использовались искусственные нуклеазы с 1992 по 2013 год. Видно, что с 2009, когда появились Сталины, пошел большой рост публикации, а когда появилась система CRISPR-Cas9, рост еще намного более усиливался. Это обусловлено тем, что данная система более простая в использовании и предоставляет более широкие возможности. Ну, вот пример использования искусственных нуклеаз. Например, вот работа. На основе таллинов сделали так называемые митоталлины. То есть перенаправили эти белки из ядра в митохондры, заменив в них домен локализации и оптимизировав состав кодонной. Использовали, были использованы эти белки для... Вот митохондрия, зачастую различные мутации, они приводят к различным заболеваниям. Например, атрофии зрительного нерва либо болезни лейбера. Это заболевание вызвано всего лишь одной мутацией митохондриальной ДНК. Причем для пациентов характерно наличие как мутантной ДНК, так и ДНК дикого типа, то есть гетероплазмии. Причем чем больше становится мутантной ДНК, тем более выраженными становится проявление заболевания. Поэтому вот группа исследователей, они сконструировали митоталлины на такую, на замену, которая вызывает болезнь лейбера. То есть митоталлины достигали митохондрии, узнавали последовательность, и в случае, если в этой последовательности была мутация, они разрезали такую ДНК. То есть элиминируя мутантную ДНК и восстанавливая количество ДНК дикого типа. То есть они показали, что элиминация мутантной ДНК действительно происходит. Ну вот у них было два клона с разным количеством содержания мутантной ДНК. И при обработке этими нуклеазами процент ДНК дикого типа значительно повышался. Причем было показано, что не только увеличивается количество ДНК, но и восстанавливается функция. Они анализировали, по-моему, работу первого комплекса. Еще одно возможное применение таких технологий связано с изучением конформации и динамики нативных хромосом в живой клетке. Данный подход использует CRISPR-Cas9 систему и он совмещает гибкость использования зондов на основе нуклеиновых кислот, как, например, в случае ФИШ, и прижизненную визуализацию, что совершенно невозможно. Эти исследователи модифицировали КАС-9 белок, лишив его экзонуклеазной активности и добавив к нему GFP, то есть флуоресцентный белок. Также оптимизировали направляющую молекулу РНК, сделав так, что она более эффективно связывалась с КАС-9. Затем данные... И они разработали комплекс вот этих вот РНК, которые позволяли узнавать последовательности в геноме. То есть этот комплекс связывается с участками в геноме, и потом можно детектировать свечение. Вот здесь, собственно, представь два примера. Слева это использовалось РНК на теломерный район хромосом, тут причем идет сравнение системы CRISPR и ФИШ. То есть данная система достаточно хорошо позволяет детектировать теломерные участки, причем ее явным плюсом является то, что это можно делать с живых плетков. Помимо этого можно не только повторяющиеся участки детектировать, но и отдельные гены. То есть просто сконструировав набор РНК на последовательность гена. Вот здесь представлено несколько таких наборов РНК, несмотря на то, что фон сильный, так как большое количество белка присутствует, не связываясь с последовательностью, но сигналы все равно видны. Помимо этого, недавно вышла работа, в которой показали, что с помощью искусственных нуклеаз, комбинируя их с определенной селекцией, на основе флюоресцентных зондов, можно носить, допустим, однонуклеативные мутации, причем не оставляя каких-либо последовательностей в геноме. То есть селективных маркеров, либо там локспэсайтов, что, например, очень желательно, когда конструируются модельные заболевания, ну, либо что-то подобное. Ну, собственно, данные системы открывают очень большие возможности, и все зависит только от желаний и таланта исследователя. Ну, у нас, да, в институте используют это, я использую совместно с лабораторией генетики развития, и также используются эти системы в лаборатории эпигенетики развития. Что именно и для чего? Что именно и для чего? Ну, у нас проект по маркированию нейральных клеток. То есть ген тубулина, который является маркером нейральной дифференцировки нейральных клеток, он маркирован с помощью этой системы. мы в три штыкнетранслируемую часть этого гена вставили флуоресцентный белок через два эпигенетика. Таким образом, клетки, в которых произошла данная стройка, если в них экспрессируется ген тубулина, то в них, соответственно, будет детектирование свечения GSP. Это вы уже делали? Ну, клетки такие мы получили, и теперь пытаемся получить животного. А все вот эти конструкции вы делали с Альбом? Да, мы делали на основе системы Таллинов. Криспер, ну вот, в лаборатории генетики развития подобная же работа, но с другим геном НСТИН делает с помощью Криспер системы. Просто когда мы начинали делать с Таллинами год назад, тогда еще Криспер не было. Она появилась вот, ну, примерно ровно год назад. У разных объектов, ну, я даже и так сходу-то и не скажу. Наверное, какие-нибудь особенности наверняка есть. Ну, для некоторых объектов, ну, нужно, естественно, оптимизировать акадонный состав. А для Таллинов это не так-то просто, так как там повторяющие последовательности. Но данные, например, Таллины были открыты бактерии, которые паразитируют на растениях. И, ну, насколько я знаю, они на всех объектах работают. И на зеброфиши, и на растениях, и на элкариотах, причем на различных линиях и различных видах. Причем, насколько я понимаю, не только в односоматических клетках, по-моему, уже стали с зиготами работать или нет? Нет, ну, конструкцию можно колоть непосредственно в зиготу, то есть это элиминирует этап работы с эмбриональными с половыми клетками. В принципе, это, да, ускоряет. Так, что я знаю. По системе Миталия, у вас есть очень термористическая задача, когда в момент отрежденных инфорсов соответствует глиотиды, которые разрезают. Но там не все глиотиды перебирают. То есть, запор, возможно, сайтов, он не 100% заподбирается. Ну, понятно, что... Идет для находения дальнейшего значения, чтобы вообще в другую разницу, если вы хотите заподбираться, то это было разрезано. Или остановились? Нет, конечно, не остановились. Естественно, 100% эффективности здесь достичь ни одним методом, наверное, не удастся. Вот, всегда есть какая-то доля неспецифического связывания. С Талином исходно там было обнаружено только несколько вот этих вот параминокислот, которые узнают определенные нуклеотиды, но там работы дальше велись. И сейчас, на самом деле, выбор вот этих доменов к определенным аминокислотам достаточно большой. Вот, и практически к каждому нуклеотиду уже есть домены, которые очень специфично с ним связываются. Так, все, да? Замечательно. Спасибо. 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 Не скажу я вам, что у нас будет следующий. Спасибо. 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 Спасибо.